Глубоко уважаемый президент, президент, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня мы говорили сначала о частых заболеваниях в онкологии, как эпителиальные опухоличники. Сейчас поговорим о наиболее редком заболевании, поэтому очень сложном для диагностики, поскольку в связи с редкостью заболевания, в связи с его редкостью, то не существует стандартных подходов, потому что невозможно провести рандомизированные исследования, на которых мы должны сегодня основывать свою тактику. И поэтому стандартов для лечения гнолиозгодичных опухоличников не существует. Прежде всего я хотела вам об этом сказать. Действительно, заболеваемость очень низка. Это не более одного случая на 100 тысяч женского населения. Имеются два возрастных пика, вы, наверное, уже все об этом знаете. Здесь, так сказать, грамотная аудитория. Два возрастных пика гнолиозгодичных опухолей. Это 20-34 года, третье десятилетие и 45-55 лет. Но это не просто возрастные пики. Они имеют под собой клинико-морфологические особенности. И разделяют гнолиозгодичные опухоли яичников на гнолиозгодичные опухоли взрослого типа. Это более 95% всех гнолиозгодичных опухолей яичников. И они кодируются по-разному. Морфологические гнолиозгодичные опухоли взрослого типа 86-20 дробь 1. А гнолиозгодичные опухоли винильного типа не более 5% всех этих опухолей. И опухолей кодируются 86-22 дробь 1. И я бы хотела для клиницистов объяснить, что очень важно смотреть на морфологический код. Вот недавно мы об этом даже говорила я и с морфологами, которые мне, так сказать, не поставили код под дробью. А я говорю, вы должны поставить код под дробью. Почему это важно? Потому что, как известно, код под дробью говорит о том, насколько злокачественна опухоль. Три под дробью – это истинно злокачественная опухоль. Два под дробью – это рак инситу. А один под дробью – это пограничные опухоли. Так вот, я хочу обратить внимание аудитории, что гранулезогречные опухоли относятся к пограничным опухолям. Потому что многие клиницисты, когда получают такой диагноз от гистолога, гранулезогречные опухоли – ой, злокачественные опухоли, скорее, означают после операции химиотерапию. И я хочу вам показать, что не совсем правильный такой подход. Первое описание, считается, было сделано Ракитанским в 1885 году. Но наиболее важное продвижение в морфологическом исследовании этих опухолей – это заслуга Скали, известного морфолога, и Янга, которые впервые разделили эти опухоли на два подтипа – взрослого типа и ювенильного типа. И вот последняя международная классификация. Хочу обратить ваше внимание на верхние строчки слева. Гранулезогречные и стромальные опухоли – это вся когорта этих опухолей по классификации. А гранулезогречные опухоли, их подгруппы, именно гранулезогречные и без стромальных опухолей, они истинно пограничные под дробью один. Но мы когда говорим о первичных опухолях, а вот их метастазы, они уже несколько себя по-другому ведут. Поэтому когда мы лечим первичные опухоли и гранулезогречные опухоли, мы должны понимать, что это пограничные опухоли. Я не буду засчитывать все вот эти особенности морфологические, но даже для морфолога диагностика этих опухолей очень представляет большие сложности. Имеются определенные морфологические особенности, я в недостатком времени не буду на них останавливаться. И взрослого типа, и винильного типа имеются особенности. И имеются иммуногистохимические особенности этих опухолей. Поскольку эти опухоли, в отличие от эпителиальных опухолей яичников, они являются гормонозависимыми, поскольку они сами по себе выделяют гормоны эстрогены и гликопартеидный гормон ингибин, который используется в клинике как опухолевые маркеры. И выраженная гормонозависимость этих опухолей определяет их клиническую картину. И иммуногистохимически можно их диагностировать при определении ингибина альфа в опухоли, при иммуногистохимическом определении. Вот сегодня мы говорили о ботеологии, патогенезе эпителиального рака яичника. Этому был посвящен доклады академика Шрафиана и профессора Жордания говорили о патогенезе. Различные теории существуют. И говорили о том, что происходит эпителиальный опухоль из покровного целомического эпителия. Гранулезоклеточные опухоли, считается, они происходят и в ткани гранулезной. И наружный слой фолликулы – это текоткань, внутренний слой гранулеза. Тека находится под действием литонизирующего гормона и вырабатывает андрогены. И дальше они подхватываются и переводятся внутри фолликулы к клеткам гранулеза, где под действием фолликулостимулирующего гормона происходит уже их ароматизация. То есть из андрогенов вырабатывается эстрадиол. И клетка гранулеза является главным источником эстрадиола и ингибина А и Б. И в яичниках выделяется гранулезой фолликулярную жидкость и усиливает синтез андрогена клетками тека под действием литонизирующего гормона. И я хотела бы сегодня, поскольку мы говорим о различных классификациях, вот самые последние данные фундаментальных исследованиях на мышиных опухолях было показано в 2004 году, что возможно, возможно, и, наверное, теория получит дальнейшее развитие, что возможно все вообще опухоли, как эпителиальные, так и не… Эпителия яичников. Вот интересно. И при погружении этого эпителя в струму яичников. Вот эту теорию впервые я обнаружила, ее опубликованы, такие данные фундаментальные, которые, я думаю, что дальше получат свое развитие. Клинические проявления этих опухолей, они как раз определяются и гормонозависимой, гормонозависимостью. При этих опухолях повышается уровень эстрадиола тестостерона. И как они проявляются? Допустим, в ювенильном возрасте это ложное преждевременное половое созревание. В эпибрутантном возрасте. В репродуктивном возрасте это различные нарушения менструального цикла, дисфункциональные маточные кровотечения. И в постменопаузе это также может быть маточное кровотечение в постменопаузе, обусловлено гиперпластическими процессами эндометрия, которые довольно часто развиваются у этих больных не менее 40% случаев. Иммуногистохимический профиль также определяется гормонозависимым, потому что они позитивны к ингибину альфа и эвиментину. И еще определенным, так сказать, маркером CD99, цитокератину 100, протеину марки на дендритных клетках и активных гладкомейших клеток, и негативных цитокератину 7, эпидериальным мембранным антигеном. И вот что последнее из молекулярного профиля, это вот последние годы появились работы о обнаружении мутации FOX-L2. Дело в том, что вот эта вот мутация FOX-L2, чем она интересна? Она обнаруживается у 97% случаев гнолезослеточных опухолей, причем взрослого типа, но не обнаруживается у опухолей кювенильного типа. Этот маркер может быть интересен и в плане диагностики, и в плане лечения таргетного, потому что разрабатываются уже препараты, направленные именно на эту мутацию FOX-L2. Дальше, снижение экспрессии фаз-рецептора на поверхности клеток, там также может определять относительную резистентность этих опухолей, известны эти опухоли, резистентны химиотерапией. Возможно, механизм этой резистентности определяется именно вот этой вот экспрессией фаз-рецептора на поверхности опухолей, их резистентность споциновой терапии. Клиническое течение. Ну вот интересно, что вот средние гнолезослеточных опухолей взрослого типа. Ну, это примерно средний возраст 50-40 лет, как я вам уже показывала, 45-50 лет. И это опухоли, которые, в общем-то, как пограничные, они относительно благоприятно текут. То есть мы за ними можем длительно наблюдать. И средняя длительность наблюдения за этими больными от 75 до 130 месяцев, по данным разных авторов. Часто рецидивирование где-то 30-35%. В среднее время до рецидивов, это 48-53 месяцев до 73 месяцев, и через 25 лет мы можем наблюдать рецидивы грудно-зрачной опухоли. И поэтому наблюдать эти опухоли после лечения надо всю жизнь. Если мы говорим о 5-10-летнем наблюдении при опухолях яичников или других локализации злокачественных опухолей, здесь эти больные должны в течение всей жизни наблюдаться. Довольно высокая общая пятилетняя выживаемость при первой стадии. Но при первой стадии 87-90%. А общая десятилетняя выживаемость 76-63%. В общем-то, не такая уж и большая. Если мы сравним с эпителиальными опухолями, то мы не видим большого преимущества в общей выживаемости. Видите, здесь нет особенного преимущества никакого. Но что важно, когда мы говорим о выживаемости, о клиническом течении опухоли, распределение по стадиям. Дело в том, что эти опухоли, в отличие от эпителиальных опухолей яичников, выявляются преимущественно в первой стадии. Если мы говорим о том, что рак яичников выявляется в четвёртой стадии, это почти 90% случаев, крайне редко мы видим первую стадию, то здесь совершенно набор, обратная картина. В основном мы являем первую стадию заболевания. Поэтому и выживаемость мы оцениваем в основном общую, если это при первой стадии заболевания. Дальше. Локализация метастазов. Обычно это чаще, наиболее часто локализация таду диафрагмы, это малый таз и брюшная полость. Лечение. Лечение также, как мы разделяем всё лечение в онкологии, стандартное. Это хирургическое, химиотерапевтическое, лучевое и комбинированное. Что касается хирургического лечения пригноток личных опухолей? Это стандартно-первичное хирургическое стадирование, которое стандартно выполняться должно так же, как и при петолиальных опухолей, которые включают в себя исследование брюшной полости, смывов для циологического исследования, множественные биопсии брюшин и аминтоктомии. Повторное хирургическое стадирование выполняется в том случае, если при первой операции не было выполнено полноценного хирургического стадирования. Лимфодисекция. Лимфодисекция только в случае обнаружения увеличения хирургических узлов. Почему? Потому что, по данным многих авторов, редко эти опухоли метастазируют региональные лимфатические узлы таза. Так, вот вы видите, по этим данным, вот только, так сказать, один автор указал, что он из 18 оперированных больных в одном случае нашёл метастазы в региональных лимфатических узлах таза и параортальных. При этом наиболее часто стараются выполнять, конечно, оптимальную циторедукцию. Что включает оптимальную циторедукцию? Это, конечно, пангистерэктомия и аминтэктомия, так же, как и при эпитериальных опухолях яичников. И так же, как у молодых женщин в продуктивном возрасте, мы можем говорить о фертильности сохраняющем лечении, если женщина желает сохранить фертильность. И при первой стадии возможна операция в объёме односторонней свальпинга оферэктомии и аминтэктомии. Или сочетание вот этой же операции с резекцией второго яичника. Хотя считается, ну вот здесь, по данным одних авторов от 2%, а вот Янг писал о том, что до 30% в двустороннее поражение. В общем-то, наверное, я считаю, что биопсия второго яичника, она оправдана. И если мы говорим, и причём эта вот органосохраняющая операция, она не снижает общую выживаемость таких больных, это очень важно. И если мы говорим вот о вариальном резерве, это, конечно, очень, так сказать, термин, который был не так давно ещё совершенно новым, казался, в конце 90-х годов для нас, и мы все стали говорить об вариальном резерве. То в этом году появились новые публикации о том, что о вариальном резерв ничего общего не имеет с редуктивной функцией, что нельзя на одном о вариальном резерве основываться. Это очень интересные данные, что даже при наличии одного фолликула можно получить, так сказать, даже, так сказать, спонтанную беременность и роды. Поэтому сейчас к этому немножко пересмотрено. Может быть, и вы видели эти публикации, не знаю, но вот такие публикации в этом году уже появились. Поэтому, в общем-то, у меня есть такой пример, я могу вам рассказать, у меня есть такая пациентка, молодая женщина, которая была не, так сказать, не была выполнена стандартной оптимального стадирования хирургического при выполнении операции в другом учреждении. И всё-таки я пошла тогда вот на повторную операцию, так сказать, стандартную, так сказать, стандартную, сделала стандартное, и не было удалено и большого сальника. Стандартное стадирование было выполнено, и всё-таки мы не обнаружили опухоль в резецированном оставшемся яичнике. А в первой операции просто сделали удаление придатков с одной стороны и выполнили небольшую резекцию второго яичника, не обнаружили в нём опухоли во втором яичнике. И эта женщина после этой операции с резекцией оставшегося единственного яичника родила трёх детей, и сейчас старшая девочка заканчивает начальную школу. Она захочет ещё четвёртого ребёнка, потому что у неё наблюдалось бесплодие до выявления этой опухоли. И мы думаем, что причина вот этого бесплодия, она 10 лет была замужем и не могла забеременеть, и после вот такой операции с одним и тем же супругом она родила трёх детей. Вот насколько здесь возможны гормональные влияния. А ей ставили то кисту жёлтого тела, то ещё какие-то проблемы. У этих больных, как уже было показано, что эти опухоли гормонозависимы, у этих больных обязательно нужно выполнять исследование эндометрия, потому что риск гиперплазических процессов в эндометрии не менее 30% у таких женщин, особенно если мы думаем об органосохраняющей операции. Химиотерапия. Ну вот здесь, видите, такой большой текст, я не буду его зачитывать, почему я его так вот написала, чтобы как бы показать вам обоснование, почему её не нужно проводить совершенно точно при первой стадии заболевания, при первой и второй стадии заболевания. И эффективность при продвинутых стадиях заболевания она также не доказана. Также не доказана, как адювантная химиотерапия. Но тем не менее, когда мы видим, так сказать, распространение процесса, оставлять большое больное без лечения как-то очень, так сказать, сложно. И поэтому, в общем-то, многие авторы придерживаются того, что надо проводить адювантную химиотерапию при третьей и четвёртой стадии заболевания. И, в общем-то, выживаемость таких больных от 72 до 80%. И вот ПАРК, в частности, рекомендует адювантную химиотерапию с последующим даже не 4, а 6 курсов химиотерапии по схеме БЭП. И, конечно, для пациентов четвёртой стадии при, так сказать, отсутствии... Ну, стараться всё-таки эцидоредуктивной операции, потому что других, в общем-то, хороших, хорошо эффективных методов лечения не существует. И, конечно, химиотерапия – это метод выбора. Какие схемы химиотерапии? Ну, разные схемы применяют, но вы видите, что, конечно, всё-таки при этих опухолях наиболее эффективно показали себя схемы БЭП и ПВБ по общей выживаемости и по, так сказать, клиническому регрессу опухоли. По томорфологическому регрессу опухоли эти схемы наиболее эффективны. Лучевая терапия. Также попытки есть и лучевой терапии этих опухолей, в общем-то, также тоже с неплохим эффектом. Вот, в общем, проведение и адювантной лучевой терапии, так сказать, и на малый таз, и на брюшную полость, и, в общем-то, также с неплохим эффектом и злительной медианной безраздневной выживаемости. И всё-таки в 2014 году был проведён метаанализ, это Кохрановская база данных, которая основывается по своим публикациям на методах доказательной медицины. И что они пишут в 2014 году? Что эффективность подходов, я зачитаю полностью, эффективность подходов, включая различные виды хирургического и комбинированного лечения, в том числе их влияние на выживаемость и качество жизни больных, ну и с качеством опухоли яичников, не доказано. Все имеющиеся исследования не вполне корректны для получения однозначных выводов. В настоящее время группой ГОК проводится вторая фаза рандомизированного исследования по сравнительной оценке двух режимов химиотерапии – карбоплатин плюс паклитоксил и в сравнении с БЭП, а также предъективные ценности – ингибина А и ингибина Б. Гормонотерапия. Но поскольку это гормонозависимая опухоль, то гормонотерапия здесь совершенно логично оправдана. Гормонотерапия наиболее часто проводится при рецидивах заболеваниях, когда другие методы уже исчерпаны. И, в принципе, гормонотерапия применяется. Это и прогестины в различных дозах, и различные прогестины, метроксипрогестерон, ацетат, мегистрил, ацетат. Это ингибиторы ароматаза также применяются, но они всё-таки менее эффективны. Анострозолы, данные об анострозоле и элитрозоле есть в литературе имеются. Это и органисты рельезин гормонов также применяются и описаны, но они ещё менее эффективны. При этом заболевании. И, ну что надо сказать, что после лечения, я уже говорила, мониторинг должен быть в течение всей жизни. Какой мониторинг? Помимо стандартных методов обследования таких больных, надо применять опухолевые маркеры. И как ни при каком другом заболевании, вот когда говорила сегодня прекрасный доклад Натальи Сергеевны, великолепный доклад об маркере СЕ-125, и она говорила, что он неэффективен. Так он неэффективен, определённый сочетных опухолей, совершенно другие опухоли. И, как ни странно, и при метастазах брюшина тоже этот маркёр СЕ-125 совершенно не работает. Но прекрасный гормон, то есть прекрасный маркёр другой. А это ингибин А, ингибин Б, ещё более чувствительный, и антимюллеровый гормон. Это очень высокочувствительные маркеры для диагностики, для мониторинга, для диагностики рецидивов литератичных опухолей. Их обязательно нужно использовать. И практические факторы. Каков прогноз при лечении таких заболеваний? Вот показали, что, в принципе, на прогноз, на прогноз. Больше всего всё-таки влияет, если операция выполнена в специализированном центре онкологическом. Это первая строка. И влияет также полное стадирование, о чём я вам говорила. Нужно, опять, выполнять полное стадирование. Также влияет на прогноз. А все остальные клинические факторы на прогноз не влияют. Клинические факторы. Какие ещё факторы влияют? А влияют возраст, возраст женщины, и, опять же, стадия влияет. А вот влияет очень. И как мы можем всё-таки оценивать прогноз? И оказалось, что наибольшее влияние на прогноз влияют морфологические факторы. Морфологические факторы. А иммуногистохимические факторы. И я считаю моё мнение, потому что у нас такая работа проводилась и кандидатская. Под моим руководством это Анна Валерьевна Волкова. Выполняла в 2005 году кандидатскую диссертацию. Мы опубликовали вот это вот приведенные данные в журнале. О том, что именно иммуногистохимические данные являются предиктивными факторами прогноза. И поскольку это пограничная опухоль, и мы должны оценить, насколько степень её злокачественности мы можем определить именно по этим факторам. Их обязательно нельзя ставить в диагноз грузокачественной опухоли без иммуногистохимического исследования. И когда мне гистологи дают такой ответ, особенно без цифры подробью, я им говорю, необходимо выплатить иммуногистохимическое исследование и указать всё-таки, какой код подробью. Иначе мы не можем основываться на том, какая здесь опухоль. И вот видите, что здесь оказалось, что наиболее значимыми факторами влияли на длительность без прогноза. Это уровень К67 в опухоли. Это уровень П53, количество метозов в опухоли, уровень ингибина. Ну и, конечно, стадия заболевания. И даже в такую построили математическую модель, тогда была построена и был получен пациент в зависимости от срока возникновения первого тазива заболевания, от уровня экспрессии антигена К67, от уровня геносупрессора П53, от методической активности. И вот без этих факторов и определения вементина, обязательно вементина в опухоли. Если это высоко вементина положительная опухоль, то она истинно пограниченная опухоль. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Вильевна, за очень интересный доклад. Много фактов вы показали, особенно в патогенезе этой патологии. Есть вопросы к Елене Вильевне? Пожалуйста. Учитывая драговизм вот этих маркеров НГБ, НА и Б, антимюллеров гормон, насколько, так скажем, для мониторинга возможно использовать обследование пациентков на эстрадиол? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот эти маркеры мы можем ими пользоваться, когда у пациентки радикальная операция выполнена, то есть полностью удалены две гонады, да? И об этом идет речь. Если выполнили органно-сохраняющую операцию, тогда какие маркеры мы можем использовать? То есть наиболее, так скажем… В любую фазу цикла вы можете использовать эти гормоны. Вы абсолютно правы. Эстрадиол очень хорошо коррелирует и с уровнем ингибина, и с уровнем антимюллеров гормона. Его тоже нужно использовать. Просто я показала последние данные. Эстрадиол также необходимо использовать. Вы абсолютно правы. Ну вот иногда за пациентами наблюдаешь, и после радикальных операций все-таки повышается эстрадиол до 60, до 70, потом он самостоятельно снижается. То есть это тоже, может быть, какими-то процессами, связанными с внутренним, так скажем, синтезом эстрогенов. Или как это можно объяснить? Вы абсолютно правы. Здесь возникает такая же дилемма, как и при ИСЕ-125, потому что здесь нужна, конечно, динамика. На одном повышении уровня мы не можем ориентироваться, да, особенно у женщин-эстрадиоактивного возраста. Конечно, нужно посмотреть на динамику, если он падает. Это, естественно, может быть какое-то функциональное повышение. Но опять же, говоря о том, нужно ли таких больных лечить или не нужно, здесь еще более сложный вопрос, потому что чувствительность химиотерапии здесь, так сказать, очень низка. И, в принципе, на одном повышении гормонов, так же, как мы и при эпителиальных опухолях яичных, когда мы видим только повышение гормона, ориентироваться, чтобы таких женщин лечить, это малоцелесообразно. И, в общем-то, большинство клиник из-за рубежных тоже, в общем-то, таких женщин оставляют под наблюдением. У меня была больная, которая консультирована была и в Америке Гершензоном. Она везде ездила, когда у нее стали повышаться эти маркеры. И она поехала потом ко мне, так сказать, увидев, так сказать, мою фамилию, в мании публикации по этой теме уже после Америки. И, в общем-то, Гершензоном я тоже порекомендовал пока наблюдать, пока не появились, видимо, на компьютерной томографии изменения. Мы такую больную, когда появились изменения, мы ее тогда уже прооперировали. И, конечно, даже при сливых заболеваниях срочно это нужно с операцией, потому что здесь очень важна оптимальная реструкция, конечно. Ну, тогда еще такой вопрос. Какие уровни Ингибина А и Ингибина Б нас должны подвергать, ну, так скажем, наличию? Ну, вот я показала тебе вот эти уровни. Это довольно большие уровни. А нельзя обратно вернуть, да? Мы можем этот слайд просто скопировать. Там все показано. Хорошо, хорошо. А можно его вернуть как-то, да, в презентацию? Ну, вот этот слайд, пожалуйста. Вот, а, я здесь как раз... Там чувствительность была. Да, здесь уже указано как раз, что, в принципе, антимюллеровый гормон, он может достигать тысячи... Ну, в принципе, это повышение, даже небольшое повышение антимюллерового гормона в динамике, оно уже указывает, да? Ну, в принципе, так сказать, если мы видим эстрадиол, когда мы видим, что он 200-300 уже повышается, особенно если у женщины удалены яичники. Конечно, я здесь не указала уровень, оказывается, не показала вам, да? Но если уровень антимюллерового гормона превышает 5 даже на грамм на миллилитр, это уже настораживает, понимаете? А может он подниматься до полутора тысяч, но это уже ясно, однозначно, что это рецидив заболевания. Ну, еще тогда уже последний вопрос. Когда вот органно-сохраняющая операция проведена, какие мы можем использовать маркеры в этой ситуации? Насколько это корректно будет? Оставили вторую ганаду и вот... Сразу не надо эти гормоны смотреть. Понимаете, вы же уверены в том, что вы привели, так сказать, органно-сохраняющего, там ничего больше не видели, второго ищеника ничего нет, и, конечно, сразу немножко такой больной... В динамике наблюдения обязательно... Просто в динамике брать исходный... Конечно, потому что, конечно, и, в принципе, длительное наблюдение за ним, потому что у него рецидив рано не появится все равно, однозначно. У него первый рецидив будет в сроке не менее 10 месяцев, там, от начала заболевания. Обычно, как правило, это больше двух лет даже бывает обычно. Поэтому сразу отправиться на исследование не нужно. Спасибо большое. Еще есть вопросы?